Сейчас дорога на горнолыжную базу на Хехцире скорее напоминает направление. Длина разбитого участка 2 километра. Но после модернизации здесь будет асфальт, две полосы, а ширина дороги позволит развернуться автобусу. Модернизацией базы занимается Центр инновационных технологий. Уже разработан предварительный план развития. Сделать окончательный пока не получается, так как еще не решен вопрос с землей. Территорию базы планируется расширять. Развитие вот этой территории в предварительном плане, который нами был составлен, позволит дать перепад высот 359 метров с первой базы. Второй базы – это перепад высот 430 метров. И общую протяженность трасс мы можем сделать 22 километра, что выведет нас в разряд таких центров, как Шерегеш и Горный воздух. Сегодня эти планы кажутся из разряда фантастики. Особенно если учесть, что минувшей зимой база вообще не работала. Причина, на первый взгляд, объективная – не было снега. Но будь объект современным, ситуацией вполне бы справилась искусственная система оснижения. Вот так сегодня выглядит водохранилище базы. Оно необходимо для работы снежных пушек. Однако десятилетиями озеро не чистилось, в итоге заилилось. И сегодня здесь хватает воды для оснеживания максимум одной трассы. Городские власти планируют расширить и углубить озеро, чтобы здесь вмещалось 300 тысяч кубометров воды. Этого хватит для обеспечения снегом трех трасс. Сделать это планируется уже до начала следующего сезона. Приведут в порядок и так называемую бытовую инфраструктуру. Для этого все имеющиеся строения снесут и на их месте поставят новые. Промышленность выпускает очень много различных типов на базе контейнеров. То есть на них не нужно разрешение на строительство. В первую очередь мы планируем скомплектовать теплые туалеты. Второе – пункты прокаты, пункты обогрева. Временные сооружения нужны для того, чтобы по мере расширения границы базы их можно было переносить. Это также позволит объекту оставаться открытым для посетителей на этапе реконструкции. В перспективе его планируют сделать круглогодичным. Зимой здесь будут кататься лыжники и сноубордисты, а летом велосипедисты, возможно, даже поклонники конного спорта. И планируем начать работу с канадской структурой, которая фактически выполняла основные работы в Сочи. И имеет большой опыт по миру. Поэтому, чтобы не ошибиться, будем работать с профессионалами, которые нарисуют все позиции так, какие они должны быть. В Центре инновационных технологий готовы сотрудничать с частными инвесторами. Но на первом этапе их появления маловероятно. Слишком большие затраты. Только в этом году Центр инновационных технологий Хабаровска выделит 250 миллионов рублей. Так как проект развития базы все еще находится в стадии разработки, в Центре технологий пока не могут назвать точную дату начала здесь строительства. Но ориентировочно говорят, что тяжелая техника сюда зайдет уже в летний период этого года. Антон Примачев, Дмитрий Попуша. Смотри Хабаровск.